Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 сентября. Страдание святого священного мученика Сойки, епископа Синопского. В городе Синопе, на южном берегу Черного моря, жил некий муж по имени Панфил, женой своей Марии. Они были родителями блаженного Фоки. С сильного возраста святой исподобился получить такую благодать Святого Духа, что изгонял из людей бесов и исцелял недуги. Когда Сокола внужал, то в свою добродетельную жизнь был избран епископом в родном городе и ревностно стал пасти своих словесных овец. Получая их словом, он озидал их своим примером. Проводя и прежде добродетельную жизнь, он приняв сам епископ и еще более стал подвязаться, так что все, видя его добрые дела, прославляли Отца Небесного. Многих людей он удержал от заблуждения, многих язычников отклонил от этого поклонства и привел к почитанию единого Бога. Господь благоизволил сподобить мученического венца своего верного раба и развестила семьи ему в видении следующим образом. С высоты прилетел голубь, державший в клюве венок из цветов. Этот венок он возложил на голову блаженного и проговорил человеческим голосом. «Чаша твоя уже наполнилась, тебе подобает ее выпить». Из этого видения святой Фохов разумел, что ему предстоит пострадать за Христа. Мы же узнаем из этого то, что он был великим угодником перед Богом, ибо еще будучи в теле, он сподобился быть увенчанным с неба. Так предлоги Бог возносит своих угодников, удостаивает их славы и чести и разлагает на головы их венцы. Святой Фрока по своей душевной и телесной чистоте был истинным женихом небесным. Не бы восхотелось сочетаться с ним и возложить на него венец. Но этот венец был предзнаменованием венца высшего в чертоге Спасителя, которым он должен венчаться вечно, и в нем явиться на брак небесный. После этого славного знамения Фрока в царстване Троянах был предан на мучения правителям африканским. Этот властитель долго принуждал принести жертву идолам, но святой предпочел самого себя принести в жертву Богу. Он не вспомнил приказания князя, не хотел воздать произведения рук человеческих чести, подавающие единому Богу, сидящему на херувимах. Тогда князь приказал привязать святого к дереву и мучить его. Все тело его было покрыто ранами, подобно тому, как нападают на труп голодные хищные птицы и пожирая рвуть его на части. Так мучители терзали чистое тело страдальца Христова. Но все это святой Фрока претерпел мужественно. С высоты он слышал голос, укрепляющий его. Призывая Иисуса Христа, он переносил муки, презирая все страдания. Он не щадил своей плоти ради того, кто не пощадил себя и пострадал за нас на кресте. Сие страдания было бы святой Фроки как бы райской прохладой. Так мужественно переносил он муки, исповедуя имя пострадавшего за нас Господа. Ничего не было невыносимого для верного раба, страдавшего за своего владыку. Если бы даже со всего мира собрались на него мучители, если бы были бы изобретены все муки, то и тогда он готов был бы все претерпеть за возлюбленного своего Господа. Взывая вместе с пророком Давидом, «Готово сердце мое, Боже! Готово сердце мое!» Мучители положили его на сильно раскаленный лист железа, но железо тотчас остыло, ибо сердце святителя горело любовью к Богу. Этот духовный огонь победил силы огня чувственного. И во всех мучениях, сколько их не могли придумать для него, святой Фрока оказался победителем, ибо вокруг него являлись воинство ангельское и незреченный свет божественный. В теницах просвещал он свет небесный. В узах он веселился надеждой небесной свободы, в скорбях утешался ангелами, в ранах был укрепляемый Иисусом Христом. После многих различных мучений его бросили в разженную баню, где он, молясь, предал дух свой в руки Божии. Кончина священно-мученика Фроки последовала в 117 году. И сподобился получить венец победителя в церкви торжествующих. Его святое тело было с почестями погребено верующими, и при его гробе совершались многие чудеса. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.